и о том, как возникла идея этого проекта, с чего все это начиналось. Пожалуйста, кто хотел бы первым. Спасибо большое, Ржена Владимировна, за слово. Нам вдвойне оцелло, что модератором этой дискуссии выступили именно вы, потому что вы большой специалист именно в сфере билингвизма, а наш проект как раз-таки про билингвизм в первую очередь. Проект «Хылыш-малыш» — это интернет-проект. И да, у нас такое создано небольшое сообщество мам-активистов. Вот мы втроем, и у нас еще есть команда людей, которые нам помогают переводить, творить какие-то технические моменты. То есть мы собираем таких активистов, неравнодушных людей к сохранению бурятского языка. Я хоть и по крови, бурятской крови у меня совсем нет, но я родилась и выросла в Бурятии, очень люблю нашу Родину и такой патриот. И мне всегда был интересен бурятский язык. Я любила его изучать в школе. Потом, когда переехала в Москву, знаете, у людей бывает, когда они уезжают далеко от Родины, вот такой всплеск этнического самосознания. Хотя этнические у меня этого нету, но именно вот тоска по Родине и в Москве вот такая любовь и продвижение бурятской культуры для меня стала своего рода фишкой. У меня были выпускные дипломные работы по Бурятии, я работала журналистом бурятского телевидения, телеканала «Телеком» в Москве, снимала бурятские новости, и я отправляла их туда. То есть я всегда как бы на связи с Родиной. И вот три с половиной года назад мне посчастливилось стать мамой. Кстати, очень, я считаю, символично, что именно сегодня наш проект мамский, да, в День мам. Я поздравляю всех мам, у кого есть мамы, кто сейчас в этом счастливом титуле. И вот когда я родила ребенка, у меня прям появилась такая идея фикс. Я хочу, чтобы мы, владенчик, выросший, родившийся в Москве, говорим о бурятах, потому что это такая фишка. То есть для меня мало того, что это вот просто, понимая, что там будут приезды на Родину, и в целом как бы развитие знаний нескольких языков, оно полезно. Английский я знаю, ну, как бы знаю такое на обычном уровне. Английский всегда ребенок успеет выучить там в садике, в школе, как бы не проблема. А вот бурятский я знаю так совсем чуть-чуть, и как бы на уровне вот детского разговорного могла бы передать. Но думала, я думала, как бы у меня не было опыта, да, у меня педагогическое, культурологическое образование, но тогда, как бы какие-то слова я знала, я ему что-то там пыталась объяснять, какие-то музыковые песни включать на бурятском языке. И к моменту где-то года ребенок стал смотреть мультик «Синий трактор». Я думала, какая классная песенка, ее вот в принципе там, даже я в уме, ее немножко могла перевести на бурятский язык. Я искала людей, кто бы мог это сделать, но как-то так все там, ну, то там на музыку не ложилось. И тут на просторах Фейсбука, познакомилась с Василием Харитоновым, где-то в дискуссии тоже проговорили про «Синий трактор», и Вася говорит, «Синий трактор» уже переводит из Бурятии команда. Говорю, так-так-так, дайте мне этих контактов этим человеком, который вот то, о чем я думала, уже начал делать, оказалась Эржена Бандакова. Мы с ней познакомились, поговорили, Эржена сказала, что уже вот она собрала команду. Они сделали перевод, она вышла на продюсеров, договорилась с ними, они дали нам бесплатные права, ну, тогда еще Эржене. Но встал вопрос, проблемы с озвучкой. Я говорю, я знаю, кто нам поможет, это были артисты Бурдрама, я вышла на них, наши молодые студенты, и ребята с радостью согласились. Так у нас вот просто, мы буквально с первого разговора, знаете, вот когда люди встречаются, влюбляются, там про химию рассказывают, вот у нас получилась такая же химия. Мы начали просто сыпать друг друга идеями, у кого что вот Эржена поделилась своим уже богатым опытом, она на тот момент уже больше года, да, Эржена, ввела свой проект. Почти год, почти год. Я почти год начала уже делиться тоже в Инстаграме. Опытом тем, как она своего сыночка, да, у нас на полгода разница, старший Эрженен сын, обучает его в урятском языке дома. Ну, Эржене проще, Эржена носитель, я совсем как бы нулевой человек. И еще я вспомнила, что где-то полгода назад вот мы с Юлей знакомились на курсах, раньше ходили, и вот Юля как-то мне звонила, говорит, Маргарита, я нашла тут классную английскую методику, давай ее переделаем на бурятский. Ну, как-то вот все, в суете сансары не было возможности этим заняться. И тут я вспоминаю про Юлю. Мы собираемся втроем в гостях у Юли, и вот происходит та самая химия. Выяснилось, что мы все как бы на одной волне. Юля, Эржене не хватало, например, работы по иллюстрациям. Кто бы мог сопровождать ее работы? А Юле, например, не хватало человека, который знает бурятский язык. Ну, а мне как бы того и другого не хватало. В общем, мы вот так объединились, подумали, что мы могли бы делать, как поделиться опытом. И вот, в общем, так зародился наш проект. У нас хохотрактор, синий трактор, стал как бы основным. Точка развития. Мы назначили презентацию на 21 февраля. Символичную дату выбрали. Это Международный день родного языка, признанный ЮНЕСКО. А бурятский язык, к сожалению, какого-то 90... В общем, больше 15 лет, около 20 лет находится, имеет статус язык под угрозой исчезновения. В общем, так и зародился наш проект. Ржена у нас в основе методики Англо-Мам. И мы вот как бы основываясь на опыте мам, делаем, адаптируем его на бурятский язык. Нам вот сейчас как раз символично 9 месяцев нашему малышу. Мы встаем на ноги. Сейчас вот есть проблема в хосте спонсоров, потому что, ну, как и ребенок, наш проект требует много сил, много еще вот разной помощи. Конечно, материальная помощь сейчас, она так очень существенная. Но что вот особенно вдохновляет нас очень много единомышленников, людей, которые откликаются. У нас хорошая поддержка. И вот есть люди, которые присоединяются к команде. Это очень радует. Особенно вот и как бы одна из таких целей мечт на будущее это адаптировать вот методику, которую мы пробуем, опробируем на бурятском, чтобы ее в принципе вот основу и скелет этой методики можно взять для адаптировать к любому языку. Вот как бы мы английскую переносим на бурятский. То же самое можно сделать с башкирским, марийским и вообще там со всеми языками. Ну, как бы вот нужен скелет, каждый регион, каждый язык мог бы свое мясо, так сказать, нарастить. Вот. о методике и о том, какими методами мы работаем, сейчас вот расскажет Ржена и покажет наши работы в деле. Здравствуйте, меня зовут Ржена Дандахо. Я вообще по профессии инженер, но с давних пор я такой языковой активист, меня всегда волновала судьба бурятского языка, и я состояла там в чате страна языков, там с Васей много общались, и в какое-то понимание появляется того, что необходимо делать для того, чтобы как бы наш бурятский язык процветал, так скажем. У нас в бурятском языке вообще сейчас уровень владения по регионам очень разный. Мы не едины в своем как бы языковом сдвиге. Где-то у нас регион есть, где бурятский язык достаточно на хорошем уровне находится, а есть регионы, где совсем уже мамы, наши ровесницы или даже уже бабушки совершенно не знают там бурятский язык. Вот. но при этом очень хотят его в своей семье восстановить и выучить. Единственное, что проблема в том, что они не знают с чего начать. Расскажу как про свой опыт в семье. Мой бурятский язык, я как бы билинг, но в школе и где-то еще я не изучала бурятский на должном уровне. весь мой бурятский это то, что было с родителями и в семье. Но все-таки я считаю, что в моем детстве с моими бабушками и дедушками я больше слышала бурятский речь, поэтому языка больше впитал, чем мой ребенок. когда мой родился он слышал фразы какие-то бурятские в семье и два года он знал там слово амтате ну сада он говорил гандино он всегда возмущался на то, что когда кто-то скажет он понимал, что это про него говорят, что гандино я вообще не гундю не плачу там так далее и сямтате он знал, что что-то вкусное должны там дать и так далее ну при этом он два года уже очень хорошо по-русски говорил я просто стала понимать, что даже то, что в доме например между собой если разговаривать слышно, да, нехорошо да если даже в доме между собой родители или кто-то он слышит речь но он ее на должном уровне не усваивает то есть в данных реалиях нужны дополнительные стимулы дополнительного обучения я стала ему показывать книжки и прям показывать неноха негаха и так далее учить отдельные слова но когда мы слова какие-то выучили я думаю, что нужно с ним как-то расширять ну играть и так далее можешь какую-то методику использовать я начала смотреть как учат английском языку детей маленьких именно дошкольников и младших школьников я тогда наткнулась на аккаунт Елены Елисеевой которая помогает Марии да, Марии Елисеевой которая помогает мамам русскоязычным выращивать англоязычных билингов то есть мамы они сами они сами не являются билинговыми не являются носителями языка все мамы они на разном уровне владеют английским языком кто-то вообще практически на нулевом уровне и благодаря ее методике дети начинают говорить на английском языке причем гораздо лучше чем их мамы в чем секрет во-первых это возраст вы знаете вот такая теория Марии Монтессори когда есть она делит детей на сенситивные периоды вот именно вот эта чувствительность к каким-то наукам к чему-то когда его легче всего к чему-то обучить и вот легче всего обучить человеку языку в младшем возрасте чем младше тем он быстрее легче осваивает язык у него речевой аппарат более гибкий и слух настроен на язык и в общем он его как губка впитывает а после 7 лет человек начинает лжиологически думать и после 7 лет нужно включать логику чтобы обучать иностранному языку он уже у него сидит у ребенка какой-то уже один язык и он через этот язык уже воспринимает следующий язык а в раннем возрасте ребенок напрямую напрямую воспринимает язык вот явление и напрямую его ассоциируется с словом поэтому получается главное это не упустить возраст когда легче всего во-первых ну естественно можно более старавшим возрасте язык изучать но для этого нужны методики и нужно специальное образование все-таки педагог должен обучать потому что если ты носитель языка очень бывает трудно кого-то обучить своему языку через логику многие носители они не могут объяснить какие-то нюансы его даже лучше эти нюансы объясняет человек который изучал язык потому что вот эти все все грамматику нужно знать мы часто в русском языке не можем объяснить почему мы так говорим почему по-другому говорим то есть нужен преподаватель как русского как иностранного языка даже просто преподаватель русского он не сможет объяснить нет иностранцам какие-то моменты вот это точно так же работает вот Мария Елисеева создала такие программки полностью переведенные фразы на английский язык мама ведет сценарий и проводит погружение в язык она с ребенком играет и говорит как это в естественной среде происходит мы хотим тоже на бурятском языке ну создать такую как бы методику такой курс можно создать но естественно нам нужны очень как бы много ресурсов для этого и физических и временных и людей которые могли бы нам помогать у Марии Елисеевой также помогают и ролики о роликах скажет позже в июле для чего нужны ролики вот часто я заметила очень много вот по хэштегу англомама можно много очень видео найти в интернете как они обучают детей иногда мама очень говорит с ужасным акцентом там it's yellow там red вот так а ребенок нормально произносит по физическому обвинению а почему это происходит потому что мама для него не является единственным образцом он сможет смотрит еще ролики мультики то есть слушает у него много аудирования и он впитывает этот язык и произносит уже более чисто чистые произношения для этого мы тоже начали создавать в помощь мамам ролики свои где озвучку у нас проверяет специалист перевод у нас тоже специалист проверяет кандидат филогейский наук вот преподаватель дамбриатского языка в общем это тоже этот момент во вторых и в третьих мы делимся именно теорией привлекать детей да детей потому что мы заметили что дети очень внимательно а дети очень внимательно слушают воспринимают именно детский голос когда ребенок что-то им говорит и рассказывает они это лучше воспринимают и они прямо залипают на видео где говорит ребенок плюс яркие картинки сочные должен быть контент интересный чтобы и недолгий вот буквально в минуту у нас чтобы ребенок не перегружался не уставал в этой методике тоже есть что 15 минут ребенка в граждан не может дальше держать внимание даже 5 минут от возраста зависит и дальше все ну отпускаем например и таких 5 минут должно быть несколько в течение дня у нас там мы описываем все вот эти моменты системы занятий что нужно заниматься каждый день хотя бы 15 минут чем 1 раз в неделю там долго да там в детском уроках и так далее чтобы наши родители понимали вот эти нюансы этой методики потому что эту методику в принципе любой может освоить главное ну понимать как обучать главное не совершать ошибок которые совершают родители да совершают ошибок смешивание языков да многие буряты почему не стараются не учить детей бурятскому они хотят чтобы ребенок ну избежать такого смешивания языков когда ребенок вроде говорит но он вроде по-русски неграмотно говорит и по-бурятски неграмотно говорит но они говорят лучше пускай там например по-русски да будем разговаривать потом может в школе там выучим или когда-то откладывают этот момент но на самом деле есть разные методики билингвизм давно изучается все проблемы у билингов тоже как бы давно известны нужно обращаться к мировому опыту и существуют разные методики там например один язык один родитель когда ребенок слышит там один язык от одного родителя полностью только разговаривать на одном языке другим родителям только на другом например или один язык дома ну а другой язык там вне дома например и так далее когда разделение ситуации идет а также есть разделение когда один родитель дает два языка но он не смешивает в одном предложении в одной ситуации не смешивает два языка то есть мы берем одну ситуацию когда сели кушать мы полностью за столом сидим и говорим на одном языке например бурятском встали с стола и часто вот там есть опознавательный знак когда вот ну сейчас переходим на русский язык, например, и переходит на русский. Бурядер, хорлдый, и на бурядском он начинает говорить. Ну, это вообще, ну, такие указатели, они нужны в самом начале. А потом уже ребенок начинает четко разделять ситуации. Если к нему обращаются на бурядском, он отвечает на бурядском. Если обращаются на русском, он уже говорит на русском. То есть он переходит, переключает язык, не смешивая два языка. Смешивание, оно действительно достаточно быстро проходит, недолгий период. Если родитель ведет себя правильно в этом, ну, в таком моменте, долго этот этап смешивания не проходит. В школе точно никто уже не будет там смешивать два языка и говорить на языках недорамотно. Вот. Еще момент. Ну, остальные, может быть, добавить. Еще важно, Эржана, вот о чем мы всегда говорим, это конечно, то, чтобы да, еще важный момент, это эмоциональность и игровые моменты. То есть, если с ребенком обучать, да, то это не должны быть, вот сейчас сядем за стол, будем, значит, учить бурядский. Нет, это все вот должно быть в игровой сфере. Мама, при том, когда, даже вот Эржана рассказывала, да, когда я занимаюсь бурядским, то говорит, я всегда такая веселая, приподнятая, и поэтому совершенно хочется... И у нас сейчас игра начнется какая-то. Да, да, да. То есть, вот именно побольше эмоций, всегда вот и Мария Елисеева, и мы все в постах, вот как бы транслируем ее знания о том, что, говоря на языке, нужно использовать как можно больше, вообще весь арсенал актерских способностей, тогда ребенка будет. И плюс, потому что у нас как бы русскоязычная среда, для этого нам нужно... Абурядский язык, он идет в меньшем количестве, нам нужно усиливать эмоциональный контекст, чтобы в памяти человека, когда у него какие-то эмоции, у него вот эти слова, они запоминаются лучше, когда есть какие-то визуальные ассоциации. То есть мы вот, например, так... Жаргалтэ, ну, то есть счастливый показываем. У него уже есть вот ассоциация вот с этим жестом и вот с маминым лицом, а не просто вот без интонации какое-то слово сказанное. Да, да, да. Еще какие-то, да, да. Обозначение оно важно. Обозначение. И когда есть еще для более старших детей метод такого точного перевода, когда ты даешь перевод слова на русский язык, но ты его с каким-то там знаком ассоциируешь, ты говоришь и показываешь что-то. А ты его показываешь. Да, ну, да, вот говоришь, например. А в следующий раз ребенок спрашивает этот перевод, а ты ему показываешь знак. То есть ты не говоришь слово, он должен сам вспомнить, а с ассоциативной памяти здесь работает. Ну, какое-то изображение с этим словом связанное. Вот. Поэтому здесь крайне эффективны видеоролики, которые у нас начала делать Юля. Юля, она художник, художник. И вот тоже ради нашего проекта пошла, закончила курсы видеомонтажа, даже начала заниматься анимацией для того, чтобы наши ролики делать гораздо эффективнее. А пока Юля сейчас начнет рассказывать, Ржина предлагает еще присоединить к нашей беседе Бабу Бахавичу, потом в конце познакомить с ним зрители, да? Не надо сходить за ним. Да-да-да, отключи камеру. Хорошо, хорошо. А мы как раз слушаем Юлю. Это наш помощник, главный соратник продвижения бурятского языка. Сейчас увидите в конце. Юля, тебе слово. Добрый день, меня зовут Юлия Церенпилова. Мне хорошо слышно? Хорошо. Да. В нашем проекте я занимаюсь с двумя направлениями. Это Зурыш-малыш, уроки рисования на бурятском языке. И Харыш-малыш, это тематические подборки фотографии, также с озвучкой на бурятском языке. И наши ролики сейчас озвучивают Жамсарам Лексыков, восьмилетний, и пятилетняя Дарья Дышинова вместе со своей маленькой сестренкой Марии. Можно сказать, что это наша гордость, потому что дети прекрасно говорят на бурятском языке, и их очень приятно слышать. И я надеюсь, что другим детям тоже интересно смотреть наши ролики. Но хочу заметить, что в последнее время мы пришли к такому выводу, что нам очень мало обратной связи, и мы в нашем проекте не совсем понимаем, действительно ли смотрят и обучают по нашим роликам, поэтому мы решили выйти, попробовать новый формат. Мы хотим проводить такие марафоны для мам и детей, которые направлены на коммуникативную методику. Мы придумали сейчас вместе с нашими помощницами, тоже активными мамами. одна из мам живет, например, в Абудабе, это и другая мама живет в Москве. Они являются многодетными мамами, у одной четыре ребенка, у другой трое, и все их дети говорят на бурятском языке, и они очень стремятся вдали от родины, поддержать, так скажем, сохранить родной язык, и приходят к интересным методам, например, они очень много рукодельничают и делают вместе с детьми разные подделки, и по их как раз-таки замечаниям их дети лучше воспринимают, когда они что-то делают вместе с мамой, и поэтому мы хотим с помощью наших помощниц Гунцумы и Саламы провести такой марафон направлен на то, чтобы мамы вместе с детьми делали тематические такие книжки из разных подручных материалов, бумага, картон, рисунки, и каждый день выполняли бы небольшие задания и учили бы каждый день несколько слов, и на протяжении одно задание это одна страница и как бы несколько там до десяти слов, и мы хотим провести такой эксперимент, сколько дети реально смогут за две недели марафона могли бы выучить слов, и просто по нашему мнению это могло бы укрепить связь между ребенком и мамой, и как раз-таки у неговорящих, например, детей заложить такую базу так скажем к родному языку, связанную именно с приятным время время препровождением с мамой, и как раз-таки заложить такую основу, что язык матери это такие ну очень приятный и такой родной, так скажем, для ребенка. И я сейчас хотела бы продемонстрировать наш видеоролик с уроком рисования, это такое наше несколько можно сказать ноу-хау, я не знаю, делает ли кто-нибудь еще там такие уроки рисования на родном языке, и сейчас мы покажем вам один из наших роликов, сейчас я покручу демонстрацию экрана. Так. Один из наших роликов, который потом повторили на другом видео. В детском саду муниципальном используют воспитатели наши ролики для занятий с детьми, и они ведут активные инстаграмы, когда мы увидели, это было прямо очень здорово. Вот, например, очень простой ролик, цветик-семицветик, как раз-таки на цвета, и здесь употребляющие такие слова, как лепесток, стебель, листок и лицо с улыбкой. Ролик очень простой, вот, и посмотрите, как его повторили в детском садике, детский садик, который находится в Иволге, называется «Березка». мы просто, я не знаю, испытывали такие, не знаю, трогательные эмоции, что ли, когда мы это увидели, такой смешной цветочкой. Ну ладно, скажем честно, мы бы горды были, когда увидели, что вот государственный, муниципальный садик используют для обучения, там вообще тоже такой билингвальный садик, там есть бурятскоговорящие преподаватели, группы на бурятском языке, и вот они за нами активно подглядывают, мы за ними, они принимали активное участие тоже у нас в марафоне, мы проводили это. А это другой ролик? Да, при том дети повторяют фразы из ролика, которые используются, и при том рисуют. Мы, я лично сама, например, плохо умею рисовать, но вот правда, на уровне мы с Сашей сейчас рисуем примерно одинаково, и с Сашей тоже мы с большим удовольствием, как бы и мне под спорь, потому что додуматься, как правильно нарисовать, не каждая мама может. Вот мы с ним включаем, берем компьютер, включаем, заходим на наш аккаунт, и он выбирает, прям листает, выбирает ролик, там, давай порисуем это, давай порисуем то. Вот, как бы такая тройная польза, можно учить и язык, и при том и творческие возможности, и мамам как бы лишний раз не напрягаться, вот, готовое занятие взял, познавался 15 минут, все счастливые, довольные. Они вам прислали видео, да, из Иволгинского детского скаунта? Они выкладывают, не выкладывают, а мы просто по хэштегам увидели. Увидели, они выкладывают эти видео, они также синий трактор смотрели мультик, по нему дети рисовали рисунки, мучили животных, песенку они пели, в общем, они используют на занятиях как дополнительный аудиовизуальный контент для детей, потому что для обучения тоже важно детям показывать такое. И я хотела бы показать еще один ролик, наша фирменная фишка последних роликов, мы используем фразу «Я люблю бидуратэ», там, что-то делать, например. И вот здесь у нас видеоролик как раз-таки на тему, что любят делать дети. Например, кататься на велосипеде или же там… Получается, мы даем такую конструкцию, в которую ребенок потом может вставить свои слова. То есть новые слова он узнает, и он вставляет в эту конструкцию. Тоже важно, это по методике как бы такой дается, карта языка. Конструкцию дает, и на нее уже новые слова нападают. Метод бусин, как он называется. То есть это не просто, как многие, например, вот сейчас у меня Саша в детском саду ходит на английский язык, они там как бы учат слова. Вот просто вот слова-слова и максимум там простые предложения. То есть вот это и в школе нас учили, да, большой набор запас слов, которые как бы а как это все в речи-то примените. Вот у меня сейчас примерно такое же состояние. Я знаю много разрозненных фраз, слов на бурятском, да, а вот связать эту единую речь, вот вместе с ребенком и учусь, как говорить. И я хотела заметить, отдельное слово сказать, что наши тексты и озвучку и переводы проверяет Дулбаша Жонова, это поэтесса, и также она преподает бурятский язык в национальной школе в средней школе Блан-Удэ. Вот, это наш такой надежный товарищ, на которого мы опираемся и... Монгольская письменница она все преподает, да? Да, да, да. И она кандидат в психологическом науке. Стильничный нашей команды. Вот. И ролик. Да. То есть мы берем разные темы, это вот то, что близко детям есть, и тематически связанное. Вот этот мы публиковали про осень, вот про занятия, как уже сказали, про... У нас большой отклик вызвал ролик про фрукты, да? Потому что там было как бы много заимствованных слов, там такие дискуссии разродились. И тоже вот что интересно, мы, например, Саше, я ему показала ролик на бурятском языке, он посмотрел, а в тот момент он как раз ходил на английский. И он, глядя ролик на бурятском, пытался рассказывать это на английском. То есть вот в моем случае, когда мы пришли первый раз на английский, педагог спросил, говорит, о, круто, вы раньше занимались? Я говорю, нет, вообще английский ни разу. Он говорит, у меня такое ощущение, что ребенок вот явно не нулевой. То есть вот сама как бы способность и сам навык изучения другого языка, он, в принципе, вот как прокачка мышц мозга. То есть если там он помогает ребенку, в принципе, вот и легче осваивать другой язык. я хочу сказать немножко про себя и свою дочку. У меня, моей дочери 8 лет, и мы с ней как раз-таки уже третий год занимаемся самостоятельно английским языком и достигли некоторого, так скажем, успеха в этом плане. и я, когда мы только начали заниматься с Аюной, я поразилась, насколько быстро она схватывает новый для себя язык. То есть она выучила очень много песен, она знает много разговорных конструкций, у нее хороший словарный запас. И я еще тогда думала, можно ли, то есть причем я сама не очень хорошо говорю по-английски, и я тогда думала, можно ли это как-то эту методику переложить на бурятский язык, причем у меня тут также не очень слабые знания бурятского языка, и тогда вот как раз-таки мы встретились с Маргаретой, а потом уже и с Ржиной, которые тоже вдвоем думали над этой идеей. Так совпало. У нас получилось, что мы одну и ту же методику нашли, я начала уже применять с сыном, перекладывала на бурятский, я об этом писала в своей личной странице инстаграм, но мне не хватало как бы пиара, во-первых, да, потому что, во-вторых, как это все преподнести, подать, где-то на большую публику рассказать об этом. И надо сказать, что в одиночку вести инстаграм-аккаунт было бы очень тяжело, то, что настроят, и нас все время подстегивает, придумывать, создавать контент и делать его интересным, потому что нужно все-таки смотреть на себя со стороны, иногда там, как сказать, замечать ошибки за собой иногда, и это очень удачно получилось, что нас именно трое, и мы все немножко такие разноплановые люди, да, и, может быть, вот там секрет нашего творчества. вот мы для детей с бабу познакомились, это вот бабу, он бабу богатый говорит, да, семена биби, человека, да, биби, бабу вы же на руках, но мы немножко голос меняем в роликах на более такой детский, я как бы озвучиваю, вот, для того, чтобы детям тоже было интересно, хотим такие игровые ролики обучать, чтобы учила, ну, не тетя какая-то там, а вот такой персонаж, это будет интересно, да. И вот такие игрушки, которые говорящие, да, дети очень любят, у меня Саша, например, вот он там, мы с ним разговариваем через предметы, когда мне ему надо что-то, он там, ребенок капризничает, мама не хочет слушать, окей, я беру игрушку, он, я не знаю, это с упаковкой от каши разговаривает, где нарисована веселая тыква, а уж тем более с игрушками он может поговорить, вот когда ты, можно вести диалог с игрушкой, вот ты, она с вами постоянно живет, и можно вот, я, Саша мне тоже на Новый год заказал бабу Бахаевича Деда Мороза, вот когда у нас появится, когда увидел первый раз живьем бабу Бахаевича, это был такой восторг, то есть он его увидел уже, да, всегда в телефоне, да, то есть уже он там бабу Бахаевич стихи читал, и он за ним очень круто повторяет, и вот когда, мама, это же, этот бабу Бахаевич какой-то не настоящий, я говорю, а какой настоящий, ну вот там в телефоне он настоящий, а тут, вот это тоже такая фишка и примочка для изучения родного языка, то есть если мама говорит, ну или даже не говорит, то можно напрячься, постараться использовать его как инструмент купить, для обучения, кукла-говорушка есть такие вот, носок на даже надеть, глазки пришить, и эта кукла будет говорить только по-бурятски, это как один язык, один родитель, с мамой он может требовать, например, ты переди на русский, я тебя не понимаю, а вот с такой игрушкой, она говорит, ну нет, она не понимает тебя, скажи, ну как бы по-бурятски, ты игрушка, только по-бурятски говорит, вот так можно, более старшими детьми можно такой сделать хитрый ход, как бы некоторые, некоторые мамы, которые улучшают иностранный язык, они используют это, потому что у детей бывает как раз более старшего возраста протест к новому языку, и ему объясняют, что он по-другому тебя не поймет, хочешь с ним разговаривать, вот используй вот этот язык, или так далее, вот так. Еще важное дополнение к роликам, вот Юля сказала, что да, мы создаем много контента, и, ну, хотелось бы больше, конечно, и вообще, когда мы встретились, одна из проблем ключевых вот сейчас, да, в современном воспитании детей, чего не хватает бурятским мамам, родителям в целом, да, и старым бабушкам, дедушкам тоже, это наличие контента на родном языке, потому что даже в деревнях, где, казалось бы, Маргарита, звук пропал, Маргарита. Может, попробовать видео отключить? Алло, все говорят, что главный враг бурятского языка это телеканал «Карусель», потому что дети смотрят телевизор, мультики на русском языке, они заходят в YouTube, там тоже все на русском, дай бог, если там на английском, и вот контент, мы сначала думали, что контента очень мало, это вот действительно большая проблема, но потом мы посмотрели, у нас очень много людей, которые творят на бурятском, есть курсы, кто-то также снимает клипы, то есть это все вот как-то вот разбросано, и в информационном пространстве этого нужно очень сильно заморочить, я, например, когда хотела там Саше включать колыбельное, ну как я еще, колыбельное на бурятском языке, набираешь в YouTube, а там две песни максимум, а на самом деле его много, и вот мы тоже хотели создать, вот чтобы собрать в одном месте весь контент, и весной правительством Республики Бурятии комитетом по информационной политике был объявлен конкурс, мы о нем узнали, подали заявку на грант, я как физическое лицо, и дали нам 100 тысяч, и сумма небольшая, но на эту сумму мы смогли создать сайт, сайт в медиатеках «Лыж-малыш». В декабре мы его презентуем широкой общественности, на этом сайте мы собираем, структурировали вот наши материалы, разбили по рубрикам, и также сделали встроенные ссылки на коллег по цеху, тех, кто творит этот проект, «Мунгл-ханханут» это песни на бурятском языке, Национальная библиотека дала нам в электронном варианте все, что были книги на бурятском языке, современные, в общем, все-все-все, что есть в электронном виде, доступное на бурятском языке, собрано у нас на сайте. Почему это именно вот сейчас важно, потому что, ну, особенно это важно для мигрантов и эмигрантов, для земляков, кто находится вдали от Родины, потому что у нас, как оказалось, сейчас, например, выпускаются, ну, выпускаются детские книги на бурятском языке, но господдержка строится так, что там выделяются суммы, печатаются физические книги, разводятся по библиотекам бурятей, и там лежат, и их нет в сети. Как бы о современном родителе, ну, то есть, представляете, что такое современное, маму взяла, пошла в библиотеку, ну, как бы это мало кто пойдет. И вот это действительно большое подспорье, мы надеемся, что наши земляники в других леонах этим смогут пользоваться, ну, и даже, например, у них у всех есть возможность, да, физически пойти что-то добыть. А тут ты заходишь на сайт, хочешь книги, хочешь клипы, там театры наши, Ульгар Бурдран, тоже предоставят себе спектакли, и если нас сейчас смотрят, так сказать, коллеги по цехе, да, мы призываем, если у вас есть какой-то контент, обращайтесь к нам, мы это будем выкладывать, все структурировать. И вот это тоже у нас такая серьезная работа, полгода мы занимались этим сайтом, и как бы еще предстоит и предстоит его наполнять. Наполнять, наполнять, да. Всегда на что-то новое находят, про которое не знал, потому что многие свое, что-то создают, но не рекламируют, не умеют его в сети как бы подать, чтобы его было легко найти. Иногда название только на бурятском языке дается, а люди обычно ищут, например, на бурятском языке, чтобы фраза была, или еще что-то такое. То есть это надо все искать, находить, знать, где это лежит, на каком ресурсе. Сайт Сайоу.ру очень хороший, да, есть господдержка, там финансирование выделяется, но вот чтобы даже на сайте Сайоу.ру там найти что-нибудь на бурятском языке, именно детское, это, ну, как бы нужно постараться, и мы вот связывались с создателями, они нам отдельно отправляли ссылки, где как что-то искать. Только детский контент получается у нас. Да, можно я спрошу все-таки про трудности. Да, вы рассказали, да, это просто огромная работа, я еще не представляю, как вот костяк из трех человек, да, может все это проделать, я не знаю, вы еще работаете, наверное, да, и заняты вообще другими вещами, я уж не говорю там про то, что детей надо растеть, вот. Вот какие-то трудности, проблемы, да, и в связи с этим, ну, как бы не то, что пожелание, да, вот чем вам можно вообще помочь вот в этом плане, что вы могли бы сказать? Ну, помощь явно нужна, вот какого рода? Помощь нужна методическая, вот по поводу методики, ну, то есть, именно нужна теоретическая база, вот как бы мы сейчас, ну, вот, все на ощупь, так вот, брать, ну, потому что там, я по образованию журналист, да, там, ни разу не филолог, Ржина, у нас вообще инженер, Юля, то есть, как бы люди, может, Мария Елисеева, когда она создавала свою методику, это человек с колоссальным опытом, у нее мама, педагог английского, она сама занималась английским, и свою методику она создавала 9 лет, ну, что, и, как бы, мы с ней связывались, ну, пытались объяснить, что вот, как бы, можно взять ваше, ну, понятно, что вот, если, можно было бы взять, вот, просто взять ее методику и перевести на разные языки, но это будет стоить колоссальных денег, то есть, мы, вот, опираясь на вот этот опыт, создаем что-то свое, и вот на бурятском языке нам сейчас нужно, как бы, зная вот эти передовые методики, да, которые проверены, эффективны, нужны специалисты, лингвисты, преподаватели родного языка, которые готовы взглянуть по-новому на методики преподавания, потому что, вот, ну, лично, как мне кажется, существующие учебники, и еще такая проблема в том, что те методические посуды, которые есть по бурятскому языку, они все рассчитаны на детей, наверное, три плюс, то есть, это с дошкольного возраста, с детского сада, либо первой, второй, ну, то есть, начальной класса, то есть, все, что мы имеем для малышей, а важно, то есть, мы вот еще упустили, одно из основополагающих моментов вот этой методики, это раннее начало изучения языка, то есть, это вот язык должен ребенок испытывать с пеленок, и как раз-таки, вот этот период 0-3, это самый важный, базовый момент, когда можно ребенку дать вот язык пока, как говорится, поперек лавки лежит, да, потому что, когда повдоль, поздно, а у нас, получается, мамы там до трех лет язык не знают, они там в домашнем условии, ребенок в садике научатся, и зачем упускать вот это драгоценное время, то есть, нам сейчас нужна помощь именно в создании методических материалов, сопровождения для мам в самостоятельном изучении, то есть, моя мечта такая, что когда мама выписывается из роддома, и ей вместо господдержки там памперсов, да, и продуктов, каких-то там наборов, как у нас дарят, дарили такой волшебный чемоданчик с методическими пособиями, как с ребенком изучать родной язык, то есть, вот в национальных республиках это вот должна быть такая, как бы, ключевая фишка, потому что есть, например, объяснение красочное для родителей, для мам, как заниматься с ребенком, и вот здесь то же самое нужно, то есть, главное, методическое сопровождение нам нужно на помощь специалистов. что у нас специалисты есть, но, знаешь, специалисты, как бы, нетрудно найти, они есть, но чтобы мы ограничены в каком-то вопрос оплаты достойного, потому что это огромный труд, который должен быть оплачиваться, мы не можем сказать, вот вы нам сделаете, а мы вам ничего не можем за идею сделать, да, естественно, мы это не можем так просить, хотя мы знаем людей, которые бы, ну, теоретически могли бы нам помочь, у нас много специалистов, ну, таких очень хороших, но, естественно, у каждого есть свои дела, свои работы, свои семьи, и такой огромный труд, чтобы сделать, он должен быть оплачиваемый, вот, в этом, на самом деле, проблема больше, я думаю, что это задача и работа для Министерства образования, вот, настолько вот глобально я бы хотела добавить, видится, и это вот из таких глобальных задач, да, я бы хотела еще добавить, как раз таки, в чем нуждается именно наш канал, мы хотели бы, чтобы на нем звучало больше детских песен, чтобы было больше музыки, и как раз таки, летом мы проводили, вели такую работу, нам певица Рая Бадмаева спела несколько песен, которые мы перевели с английского языка, например, там, знаменитые английские детские простенькие песенки, которые просто их раз услышишь, они потом могут целый день вертеться в голове, они до сих пор, там, некоторые говорят, кому я, ну, люди мои тестовые группы, которые я отправляла эти песенки послушали, говорят, что наши дети до сих пор эти песенки поют на бурятском языке, и моя дочь тоже, она их там периодически вспоминает, то есть, но единственное, что к этим песенкам нам нужна музыка, и эту музыку под бурятский язык нужно писать, как бы, заново, чтобы там авторские да, избежать споров по авторским правам. Эти песни, они как бы народные английские песни, да, народные. На них нет, как бы, авторских прав, но чужую франжировку мы не можем использовать, ажнавку чужую мы не можем использовать, нам нужна своя аранжировка, чтобы мы могли ее в сети размещать. Труд музыкантов, он довольно кропотливый и время затратное, и это единственное, с чем мы пока не можем ставить вас самостоятельно, потому что мы не музыканты втроем. Ну, и аранжировка стоит, мы даже узнавали 10 тысяч, вот, надо пищевать. Ну, за в среднем, да, и поэтому мы не можем пока себе позволить. но если бы было много детских песенок, то, конечно, это было бы для детей от нуля до трех лет, ну, я не знаю, такая очень хорошая база бурятского языка, потому что там фразы в детских песенках, они короткие, во-первых, во-вторых, они хорошо ложатся на речевые конструкции, и я бы, наверное, сырой ролик могла бы продемонстрировать сейчас, который мы пытались сейчас сделать, сейчас я найду, да, который нам сделала, если я сейчас найду, пока можете говорить о другом. Да, ну, попутно, пока вы ищите ролик, да, вот, мне кажется, можно было с бурятым, да, нужно как-то поговорить, у них же есть такого-то типа репозиторий, вот, большой-большой фон песенный, да, и детские, конечно, там тоже есть, я думаю, да, они могли бы нам что-то вот. Вот сейчас я вам продемонстрирую, он, правда, не очень хорошим качествием, пока что темновой ролик, который я пыталась монтировать, и, так, ну, он из музыки. Про лондонский мозг, Да, да, это на мотив, там, London Bridge is falling down. Да. Эти мелодии, они часто бывают записаны в игрушках, в встроенных, толпы роликов, на ютубе эти мелодии. динамикой совмещенные, самое то вот, детское, да? Да, и нам бы хотелось, чтобы была музыка, не просто, как бы, голос Райи, а... А чтобы фонограмма была, потому что фонограмма будет почти по-другому смотреться. Ну, и эксплуатация детского труда тоже должна быть оплачена, потому что мы просили знакомых, да, там, это все равно время с ребенком позаниматься. Это девочка, которая сейчас была на видео. И найти, да, бурятски говорящих людей, детей, это тоже проблема. То есть мы вот, например, привлекали, кто у нас озвучивает ролики, да, стали детям выплачивать, ну, там, символических 250 рублей из своих денег. Ну, благо, наши, я нам пока что... Нет. Вот, не всем, да, но все-таки вот какая-то, как бы, нужна мотивация. Да, но вы же делали вот типа краудфандинг, да, жилить, вот, ну, это вообще, наверное, постоянно на основе идет, ведь краудфандинг-то вот этот, то есть кто может, так сказать, донатить, да, он может, не особо, да? мы собрали, на первую серию мы собрали очень лихо, на вторую серию у нас вот сейчас сколько там, 8, 9, у нас уже, и вот это состояние, как бы, постоянного прошения, от этих денег, оно, конечно, ну, нужно напоминать людям, тяжело, а устраивать такие вот глобальные краудфандинговые платформы, это тоже больших сил и ресурсов стоит, сейчас у нас там, у меня очень по личным делам большой загруз, да, и этим нужно постоянно, постоянно заниматься, то есть вот временной ресурс, это тоже как бы то, чего не хватает. Конечно, конечно, вы знаете, нас просят тут немножко уже как-то близиться к концу, да, мы и так больше говорили, чем предполагалось ранее, давайте подведем какие-нибудь итоги, да, всего этого, ну, что-то мы, может быть, хотели, не знаю, там пожелать зрителям. Знаете, вот имея сейчас возможность обратиться к жителям всей страны, да, я знаю, нас смотрят разные национальные регионы, мы открыты к диалогу, если вот кому-то что-то из других национальных регионов, да, у кого есть такие же проблемы с хранением родных языков, обращайтесь, давайте обмениваться опытом, в принципе, делиться своими идеями, мы открыты к диалогу, можно их брать, воплощать, переводить на свои языки. Соместя усилия вообще. Да, и родителям, вот, все базы и основы того, как с детьми эффективно изучать родной язык, они для всех языков будут одинаковые. Родители, дорогие мамы, у вас и так большой труд, да, по воспитанию детей, но вот, если вы хотите передать свой язык, да, есть такое понятие mother language на английском языке, язык матери. Именно от мам зависит, то будут ли говорить дети на родном языке. Нам придется, наверное, вот пока дети маленькие, не золотое время, золотое возраст, и немножко поработать над собой, да, может быть, там, ущерб своему сну когда-то, почитать, вот, именно теоретические материалы, поучиться, поподглядывать за другими мамами для того, чтобы вот сейчас успеть своим детям дать вот то, потому что до трех лет, вот, все как губка впитывает, потом уже, ну, не будет поздно, но дальше уже будет гораздо сложнее. Я думаю, дети вам будут всегда благодарны за то, что у них есть свой родной язык. Большое спасибо, ну, буквально вот пару слов я хотела бы сказать, вот как человек, так сказать, в этом проекте не участвующий, да, вот взгляд со стороны, да, ну, и взгляд вот человека, который работает в институте языка знания РАН, вот, вот хотелось бы мне сказать, что вот то, что вот акцент сделан, на дошкольный возраст, ну, это просто супер правильно, да, вот все, что говорил Жена, Марина, Юля, да, все так, да, действительно, если человек не заговорит вот до пяти лет, дальше уже язык ведь воспринимается как иностранный, да, и, ну, это уже совсем другой разговор, вот в институте языка знания вот сейчас создается программа по сохранению и развитию малых языков от России, и там вот акцент делается вот именно на семью, на ранней двуязычии, это делается, акцент это делается потому, что сейчас у нас же есть, вот есть фонд, да, вот сохранение там, развития там родных языков и так далее, и они там упор делают вот на книжки, да, на книжки, на школу там и так далее, но это уже поздно, да, и поэтому я просто обеими руками вот поддерживаю ваш, ваш проект, да, мне кажется, вот это все, все очень верно, да, потом мне кажется, вот очень верно, да, что вот опять же, вот Маргарита же говорила, да, вот о книгах, которые разводятся в библиотеке, которые потом никто не видит, а при этом деньги-то на них тратятся, ну, изрядные, да, вот, то, что вот проект цифровой, потому что сейчас, вот как говорят все эксперты, да, если вот малый язык, вот цифровой порог, да, не перешагнет, он фактически вот обречен, да, и вот, ну, цифровое теперь существование, ну, это просто вот наше все, да, ну, и тут же вот я хочу сослаться вот на Василия Харитона, вот имя которого звучало вот несколько раз, да, который говорил о том, что цифровой контент, ну, в нашем случае для маленьких детей, да, он опять же вот суперважен, да, потому что вот, ну, вот контента мало, да, и вот Василий вот говорил, вот что вот есть вот бабушка же, интернет-бабушка известная, да, Желман, он за там, да, и вот он как говорил, мне так понравилось, он одна создает больше контента, чем газета Бурятунет, да, вот именно такого популярного, который люди читают там и так далее, да, и вот вы тоже ведь вот это вот делаете, да, и просто, ну, молодцы, вот настоящие языковые активисты, просто, ну, я очень рада и горда, что у нас такие люди есть, и вот на сегодняшний день, это мое субъективное мнение, да, вот Хылыш-малыш, да, это чуть ли не самый перспективный, такой нужный, полезный вот из проектов, да, на котором мне, по крайней мере, известны, вот, большое спасибо, я желаю вам успехов, надеюсь, что нас слушала, видела много народу, да, и получится какая-то обратная связь, да, какая-то помощь, и так далее, да, и все вас услышали, и поучаствует потом, да, вот, это то, что я вот хотела сказать со своей стороны, пожелать вам дальнейших всяческих успехов, да, спасибо, ну, на этом, наверное, особенно ценно услышать это от специалистов, но я думаю, мы тоже продолжим этот диалог, спасибо фестивалю национальных литератур за возможность выступить, общаться с аудиторией, да, и нам тоже было интересно наблюдать за другими активностями этого фестиваля, диктуют свои условия новое время. Да, всем большое спасибо. Да, до верла. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.